Пришёл Володя косить бобы. Господи, Боже мой! Бобы летят далёко. Они лопаются и на землю падают. Вон куда, до меня. На три метра летят. Раньше советское радио не глушило китайских. Они говорят, зашли мы к одному китайскому товарищу. Он живёт довольно прилично. У него четыре мешка полные бобов. А сегодня по местам китайцев за богатство уже не признает. Вот Володя посадил горох. Сегодня мы его собрали. Везли, говорит, как-то выколотить надо. Я говорю, а как? Как раз нужная решета, всё установлено у барабаша. Пойдём ему скажем, попросим. Он отмолотит. Ну, вроде бы так. А потом сказали, в острова в нём не пойдёт. Ну, не знаю. Я дальше стал выявлять, оказывается, не на еду его, а просто горох. Горох как бы для удобрения, что ли. Чтобы кость вам улучшить. А раз такое дело, сегодня надо ещё раз проконсультироваться. Что на зиму, если горох остаётся, он не замерзает. Ну и садить не надо. На следующий год опять даст. Я это видел. Но надо проверить через фермера. Надо у Игоря спросить. А вот смотри, у неё как макушки бобов, как будто кто их объел. Да, так и есть. А что, это не колорадский жёг? Нет, какой-то другой жёг, коричневый такой. Я считаю, вот он лопается и у него много упало на пол. Где косишь, там надо их собирать, бобы эти. А эти мы сейчас погрузим на палатку и её домой унесём. Они там доспеют маленько, полежат все. А потом начнём колотить. Ууу, как ты бьёшь, они прямо как горох сыпятся. А бобы и горох, они и родственники, двоюродные видать. Наверное. Сейчас только электрики были с района. Всё проверяли, везде всё ненормально, претензий нету. Ух, волок какой образовался. Ну, взяли с собой две палатки. На две палатки положить, на велосипеде, думаю, увезти. Сегодня уже какое, наверное, 13 августа. Да. Воскресенье-то 11-ое было. Сегодня надо Игору всё занести. Завтра он молод, день молодщиков. Он едет в город. Переслать там гостиницу. Ух ты! Ты меня косой-то чуть мне в лоб не заехал. Да, конечно. Ну, тут всё можно собрать бобы. Вот они падают и на поверхности их видать. А ну, начинай нагребать, я посмотрю, как получится. Много там под ногами бобов? Ну, есть, да. Ну, это пособираем мы сегодня. Ну, немного. Ну, есть, однако. Есть, есть, да. Ну, так что, начнём собирать сначала или начнём возить? Пока палатки свободны, давай пособираем. Я отсюда вижу одиночные бобы. Да, да, да. А потом, где вот они сейчас лежат, и сюда дальше, и тут пройдём. Тут есть стручки есть. Так ты сразу на палатку клади их. Растели палатку и за собой тащи. Арбузы сегодня накрыли, вот где соломка лежит. Я насчитал, тут арбузов 15 будет. Примерно так. Ну, сейчас мы будем двое собирать.